Открой мне Открой мне, Господи, глаза мои Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Ольгой Владимировной Литковой, председателем Ассоциации родительских комитетов и сообществ, главой Совета по защите семьи, преуполномоченным при президенте по правам ребенка. Добрый день, Ольга Владимировна. Здравствуйте. В прошлой программе мы очень подробно поговорили о той инициативе, которая идет от Совета Европы. Казалось бы, это некая внешняя угроза, но, как выясняется, у нас много тех законов, которые представляют угрозу для семьи, уже принятых или же готовящихся к принятию. Я бы хотел первый вопрос задать о том проекте, который неоднократно обсуждался и, возможно, будет принят. Это закон о семейно-бытовом насилии. В каком статусе находится этот закон о творческой инициативе и каковы перспективы и опасности этого закона? Вы совершенно правильно говорите о том, что у нас и без этой стратегии Совета Европы в отношении детей ряд законодательных актов есть собственных, которые тоже представляют угрозу. Но я только хочу обратить внимание, что они тоже делаются в рамках этих стратегических документов Совета Европы и тех же стратегий, которые уже на сегодня есть в нашей стране, в том числе европейских, и которые только планируется принять. То есть и там, оттуда идет вот это вот семейно-бытовое насилие, а то семья якобы самый главный источник насилия для ребенка. Почему они так считают? Потому что они насилием признают, как написано в нашем уже проекте закона российском, любое нарушение прав человека. Или ограничение. Ну или ограничение. Но нарушение, оно там запрет, ограничение, там разные есть формы. Но такая широкая трактовка прав человека. Ребенок-человек, у него есть права такие же, как у любого человека. Логика как бы простая и железная. Соответственно, вот у него есть такие же права человека в семье. У мужчины и у женщины тоже есть права человека в семье. Поэтому если кто-то на кого-то кричит, если кто-то кому-то что-то запрещает, это кто-то кому-то что-то не дает, это все нарушение прав человека. Потому что человек свободен, у него есть экономические права, у него есть всякие там разные сексуальные права и все такое прочее. Отсюда дальше строится вся эта система, мыслительная логика этого закона. Значит, если родитель что-либо запрещает ребенку, или не только ребенку, но и там, повышает голос на жену, допустим, или как-то дома у них выяснение отношений, какие-то конфликты, значит, она уже может заявить, его в тюрьму посадят. Если на сегодняшний день у нас сегодня это закрытая система, и его посадят только, если она заявление напишет, то сейчас они хотят сделать так, чтобы независимо от того, есть заявление от членов семьи или нет, соседи услышали, шум написали и в тюрьму, и все, и семья разрушена. А в отношении ребенка забрали в приют. Все, только все должно быть тихо, и никаких нарушений прав человека. А какие у нас права человека? Значит, если родитель запрещает что-то своему ребенку, если он его в угол поставил, естественно, если он его куда-то не пустил, то это уже физическое ограничение, это физическое насилие, так и называется. И такая широкая формулировка, ну все что угодно можно, и угроза этого насилия, то есть если я тебе что-то запрещу, если я тебе не пущу, если я тебе там в угол поставлю, или я тебе задам, вот это все уже вообще-то за гранью, по меркам наших европейских, так сказать, где-то защитников, это уже нарушение прав ребенка. Это физическое так называемое насилие, даже не само там, я уже не говорю про побои, побои это вообще криминалы, это уже и на сегодняшний день у нас такая практика в стране, что за физическое наказание ребенка уголовное наказание предусмотрено. Ну, по крайней мере, статьи эти трактуются так, вот есть статья о побои, как бы она не должна действовать на родителей, потому что это не избиение никакое, это воспитательный процесс, да, если одно дело люди друг другу, извините, напелись и морду бьют, а другое дело, ты с ребенком разбираешься и ребенку что-то запрещаешь, на попе его шлепнул. Это совсем другое дело. Но за это сегодня можно сесть по той же самой 116-й статье, как будто ты дебошир, насильник и избиваешь своих близких. Это чтобы люди, просто наши телезрители, знали, что на сегодня уже это криминально в нашем государстве. Так практика идет, намеренно, конечно, по такому пути. А тут даже не физические побои, а вот просто физическое насилие, это вот как раз любые ограничительные действия в отношении физической свободы. Все признаются насилием. Теперь есть такое психологическое насилие. Хочу обратить внимание, что не психическое, которое есть у нас в уголовном кодексе, есть психическое насилие. Понятие, если с человеком так обращаются, что он может покончить с собой, вот у него действительно наносит вред его психике, есть ответственность за это, предусмотрено. Но здесь предлагается применять, расширить это понятие и применить психологическое насилие. А что такое психологическое насилие? Критические замечания, это психологическое насилие. Подсмеялся, пошутил над ребенком, психологическое насилие. Ну как же, как же, ты же обижаешь ребенка, значит, он может написать заявление на тебя, и все, ты преступник. Очень интересное понятие сексуального насилия, которое пытаются этим законом вести. Понятно, что там все это сдобрено тем, что вот нельзя там с детьми, сексуальное насилие невозможно. Оно и в уголовном кодексе у нас уже признано преступлением. А здесь покушение на сексуальную свободу. Вот вдумайтесь, что такое сексуальная свобода? Значит, когда хочу, с кем хочу, и не смей мне запрещать. Понимаете? И если ты что-то говоришь, или не дай бог там кричишь, или еще что-то там запрещаешь, то это нарушение сексуальной свободы и детей, и других членов семьи. И тот, кто против этого выступает, тот является преступником. Но вы извините, вы семью-то заводите не для того, чтобы гулять. Если у вас жена куда-то пошла, наверное, абсолютно нормально было бы так возмутиться и выяснить отношения. И бывает, люди выясняют, а потом у них все нормально дальше. Но вот логика такая, что вот если кто-то недоволен чужой свободой, ну, соответственно, к нему должны быть применены меры наказания. И очень интересно экономическое насилие. Это если вы запрещаете ребенку, в частности, пользоваться предметами обихода, компьютером, допустим, вы совершаете насилие экономическое. Либо лишаете его денег, карманах, на которые он вправе претендовать как член семьи, вы тоже совершаете над ним экономическое насилие. Вот эти все вещи прописаны уже в нашем российском проекте закона. Предлагается первым делом отбирать ребенка или взрослый человек, помещать его в приют. Нарушителю запрещается приближаться к этому человеку, потому что это тоже как бы агрессия, насилие и так далее. Не искать встречи, вообще все. Встречи запрещены. Хотя никакого лишения родительских прав за это быть не может по нашему закону. Но, тем не менее, новая очередная ювенальная система, которая будет разлучать детей с родителями. Предусмотрена также и не только полиция, которая ставит на учет, и ведет дело, и дает вот эти предписания, но еще и суд, который будет выносить решение в отношении вот такого вот семейного нарушителя, причем без какой-либо правовой системы, без учета того, что он может выражать свою позицию, обжаловать решение, как у нас сейчас есть судебная система. А тут в течение трех дней под тем документом, который есть, явился человек, не явился, это не важно, вот дается предписание, и все. Обжалованию практически не подлежит. В общем, такая очень жесткая система, с нашей несогласованной, с российской. И человек не только там, уголовно-административный, все виды ответственности, несет гражданскую, но он еще должен платить деньги, моральный вред обязательно жертве. Если жертва уходит из дома и снимает себе жилье, значит, родители должны этому подростку оплатить жилье, помимо того, что не видеть с ним, но если он считает, что одним насилие производится, его там куда-то не пускают в какую-то компанию плохую, значит, родители еще ему и будут съемную квартиру оплачивать, за их счет он будет жить. И в приюте тоже будет жить за их счет, естественно. Ну и, естественно, возмещение всех видов вреда и другие многие экономические меры. И там специально прописано, что жертвам нужно разъяснять их право на вот эти экономические преференции, которые они имеют, помимо запретительных механизмов на встречу родителей со своими детьми, но еще и экономические меры. Именно для того, чтобы стимулировать детей. Вот представьте себе подросток, которому в 15 лет, в 14 лет хочется свободы. Это естественный процесс взросления. Ему нужно избавиться от родительского авторитета. Само собой ему не нравится, когда родители пытаются все равно оградить его от зла, когда это необходимо. Вот он с наркоманами связался, не дай бог, там еще с какой-то компанией плохой. И вообще хочет куда-то идти, а ему учиться надо, да, или в компьютере сидеть. В этот период возникает много проблем у детей с родителями. Я уже не беру там маленькие, ладно. Но вот сам период. И когда ему говорят, да ты можешь уйти, те родители будут жилье оплачивать, они еще могут быть выселены из квартиры, даже если они собственники этого жилья. И это жилье будет передано потерпевшему. Ну, конечно, это стимуляция, писать заявление. Естественно, для того, чтобы вот этот конфликт между родителями и детьми провоцировать, чтобы наши традиционные устои, которые все-таки у нас семья еще достаточно традиционно, но вот чтобы разрушить изнутри, действительно подговаривая человека, не только что у тебя есть права, но у тебя еще есть возможности, какие вообще жить на широкую ногу за счет твоих родителей. Вот этот страшный закон, он был внесен, не внесен, простите, предложен для внесения президенту неоднократно его советом по защите прав человека. И члены совета очень активно просили, как-то стимулировали это дело, просили президента очень важный и нужный закон этот принять. Но родительская общественность тоже не дремала, и вот Совет по защите семьи приуполномоченным по правам ребенка, который я возглавляю, и ассоциация наша родительская, писали письма, собирали подписи, отправляли их к президенту, сделали очень много для того, чтобы затормозить этот закон и донести до президента вот эти наши беспокойства и опасения. И не только наша ассоциация, но и другие родительские организации, и комиссия патриаршая по семье тоже соответствующее решение приняла. И вот все вместе навалившись, пришло дело к тому, что президент не внес этот закон. Уже длительное время это где-то там в кулуарах лежит. Время от времени кто-то там начинает опять этот вопрос муссировать, но пока что, слава богу, этот закон не внесен. Потому что если президент носит закон, то естественно, что это закон приоритетный, его надо принимать. Тут как бы его не снимут с рассмотрения. Поэтому они пытаются это сделать через президента, потому что там уже будет вообще проще. И слава богу, что пока что такое... Спасибо всем, кто участвовал, писал письма в нашей этой деятельности. Пока, слава богу, вопрос, скажем так, завис. Он, конечно, может и дальше как-то вдруг проявиться, но на сегодняшний день так. Но появилась другая очень опасная тенденция. Такие законы пошли через регионы. То есть, поняв, что через федеральный уровень, через нашего президента протащить это не получается, стали решать эти вопросы на уровне региональных властей. И сейчас уже в Якутии принят закон об ответственном родительстве, который копирует как раз закон Совета Европы. И этот закон, который сейчас предлагается вообще на федеральном уровне, это нам предлагается, опять же, Западом. Это их западная калька. Они у себя приняли, и никто как бы не скрывает, что это, в общем, от них идет. И сейчас эти законы пошли по регионам. И если регионы это примут у себя, ну что, толку-то тогда на федеральном уровне, либо придется уже по факту это все одобрить, либо даже ничего не говоря, все равно это все заработает у нас в государстве. Поэтому ситуация очень опасная, еще опаснее, чем была, потому что сейчас попробуйте уследить, где в каком регионе, что происходит. И, конечно, огромная просьба к родителям, которые сейчас нас смотрят, чтобы обратиться в свой родительский комитет и подключиться к этой деятельности, потому что сейчас все родительские комитеты, которые у нас в ассоциацию входят, они будут у себя в регионах отслеживать такое законодательство. Если такой закон идет, они обязательно будут поднимать какую-то общественную волну, обращаться к властям, обращаться к президенту, устраивать там какие-то мероприятия, круглые столы, обсуждения, ну делать все для того, чтобы этот закон не был принят. Использовать меры общественного реагирования. Я просто призываю присоединяться к этой деятельности, помогать всячески, потому что не так нас много, и нужно сейчас очень активно себя проявить, потому что если мы будем молчать, вот это все пройдет. Еще один закон, который активно критикуется родительским сообществом, это закон об основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Я знаю ваши комментарии, вы говорите о необходимости отказаться от возможности изъятия ребенка из семьи до решения суда. Мы говорим о комплексе мер, о том, что нужно не просто по решению суда изымать детей, а как раз поменять этот 120-й закон, который бы разделил семьи в опасном положении и семьи в трудной жизненной ситуации. У нас сегодня, к сожалению, к любой семье, будь то алкоголики, наркоманы, там, где действительно измываются над детьми, такие, скажем прямо, тоже есть, и их тоже немало. Алкоголизм наш бич вообще, к сожалению, в нашем обществе, особенно в провинции. И с этим тоже что-то надо делать, и таких детей бросать нельзя. И никто не говорит, что вот просто не подходите к семьям, и все. Нет, конечно. Но у нас тенденция такая, что за счет того, что в этом законе и в других законах это все объединено в одно, то можно к любой семье подойти вот с этой меркой, что они неблагополучные, как вот такой есть термин как раз в подзаконных актах. Либо это трудная жизненная ситуация, когда люди потеряли работу или там столкнулись с какими-то объективными трудностями. Либо это действительно уже совершенно, так сказать, такие люди, которых нельзя включить в наше общество, которые действительно реальный вред детям наносят. Там нельзя, допустим, оставлять детей. Но, тем не менее, ко всем одна и та же мерка. Вот сам чиновник решает. Я признал семью неблагополучной. Хочу ребенка – отбираю, хочу ребенка – не отбираю. На самом деле нужно разделить эти категории. Для того, чтобы государство, да, могло вмешиваться, как в семейном колесе сказано, только в том случае, если есть непосредственная угроза жизни или здоровью ребенка. В социально опасные семьи. В социально опасные семьи алкоголики, наркоманы. И там, где реально есть угроза для детей, даже нравственное воспитание такое, есть притоны содержат, еще что-то. Вот в таких случаях государство должно реагировать, безусловно. И это закон 120-й о профилактике как раз правонарушения несовершеннолетних, безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. В него надо внести изменения. Вот это первое, что надо сделать. Потому что, если просто суд будет проверять, что органы опеки правильно или неправильно приняли решение, но они же действуют на основании широких критериев. Это их полномочия. Суду нет оснований отказать практически. Он просто будет проштамповывать, допустим, что-то он там посмотрит, но в целом это будет ювенальный суд, которого мы не хотим. Мы не хотим, чтобы государство, пусть то административные органы, либо это судебные органы, имело широкие полномочия по вмешательству в семью. Правильно? Именно этого мы не хотим. А не то, чтобы суд это будет делать или опека. Какая разница? Нас ни то, ни другое не устраивает. Поэтому для начала надо разделить категории. Если семья в трудной жизненной ситуации, ей надо помогать. И для этого есть закон о социальном обслуживании граждан, который тоже эту категорию исключил. Нет такой категории сейчас. Все семьи с детьми под надзором социальных служб, которые в том числе выявляют семейное насилие, которые решают, какой семье это помощь. Мы видим с вами, если другой закон посмотрим, в их нормативном единстве, то мы поймем, какие органы социальной службы, это органы опеки сейчас к ним относятся, будут принимать меры при выявлении такого семейно-бытового насилия. Ну вот, соответственно, это все надо поменять. Нужно, чтобы социальные службы оказывали только помощь. Тогда у людей хотя бы восстановится доверие государству. Сейчас же люди боятся обращаться за помощью. Многие, кто знает ситуацию, просто опасаются. Опасаются, многодетные пытаются как-то скрывать свое положение. Вот если мы хотим, чтобы государство восстановилось доверие у людей, значит, мы должны все-таки сделать так, чтобы органы опеки вообще не обладали репрессивными функциями. Чтобы они, коли они теперь находятся в социальных службах, занимались помощью семье. А вот если это алкоголики, тогда полиция их выявляет, наркоман или там кто-то кому-то причиняет серьезный вред, вот тогда полиция пусть занимается этими детьми и уже решает вопрос их дальнейшей судьбы. Но вообще надо вернуть в наше законодательство и принудительное лечение от алкоголизма, и наркомании, как это было в старые годы. Хотя бы по решению суда не детей помещать в приюты, а именно родителей тогда в таком случае стараться как-то реабилитировать. Потому что даже если следует логике этих людей, отобрали ребенка, реабилитировали они его там у деда в центре, хотя он просто перенес ужасные страдания, допустим, вернули в ту же обстановку, в ту же семью, там, где родители пьют, ну и что? Что хорошего от того, что ребенок побыл в приюте? Реабилитация должна быть семьи, если она вообще нужна в конкретном случае, если это действительно приютно. Тогда давайте комплексно работать с семьей, давайте родителей лечить, давайте не детей тоже все-таки отбирать, а как-то стараться людям эту ситуацию помогать исправлять, если еще есть какие-то возможности. А уж десятое дело, чтобы суд решал, у кого отбирать, не отбирать, это, конечно, тоже все нужно, но только в общем комплексе. А сейчас происходит какая тенденция? Вот некоторые у нас государственные деятели, которые говорят очень красивые слова, берут из программы, допустим, вот мы предоставили в Госдуму уже несколько лет назад целый пакет таких документов, нормативных актов, которые нужно принять для того, чтобы ситуация в стране изменилась. При этом мы не против закона о соцобслуживании полностью, мы пытаемся поправки в него внести, определенные, 120-й закон о профилактике правонарушений подредактировать, и как-то все-таки было бы всем им легче и лучше, и государство могло бы нормально функционировать в этой сфере. Но почему-то из этого всего комплекса поправок вынимаются только одни, которые фактически вводят ювенальную юстицию в стране, вот они больше нравятся тем, кто этим вопросом занимается, и говорят, мы сейчас будем принимать те поправки, которые предлагает общественность, вот мы наконец-то сейчас поможем семье, вот пусть только суд делает эти отбирания детей. Ну и что, к чему это приведет? Ну это приведет к ювенальной юстиции в государстве. Для чего это делается? А говорятся очень красивые слова, и под эти очень красивые слова мы, к сожалению, получаем очень некрасивые результаты. И поэтому у нас в ювенальной юстиции все идет и идет, а слова говорятся, у нас все за семью, у нас все готовы сейчас помогать семье, а толку-то? К сожалению, эти нормы-то проходят, да, есть и для семьи улучшения какие-то, то есть какой-то некий компромисс пытаются достигнуть, но нельзя одним, вот так же, как в Святом Писании сказано, строят башню, одни гладут камни, другие разбирают, но она не будет построена, она просто рухнет, вот то же самое и здесь, нельзя построить ничего, вот когда компромисс принципиальный, понимаете, он должен, он может заключаться, но мы не должны вот через какую-то грань допускать, чтобы государство вмешивалось в семью, вот это очень важно, понимать всем. Мы описали те угрозы, которые существуют, давайте мы дадим практические советы нашим телезрителям, как себя вести, вот у вас многодетная семья, неполная семья, может быть, действительно, какие-то временные жизненные сложности испытывает семья. Как себя вести, если к вам стучатся органы опеки? Ну, во-первых, хочу сказать, что далеко не каждого сотрудника органа опеки нужно пускать, или там какого-то, тем более, общественника, который сейчас по этому закону о соцобслуживании будут ходить и за деньги, и они получают за это государственное финансирование, будут ходить и выявлять неблагополучные семьи по каким-то сигналам, где уж они их берут в школах, в опеках и так далее, и потом ставить семью на контроль и за это деньги получать. Конечно, они заинтересованы, конечно, они будут искать, поэтому лучше не открывать, если нет серьезных оснований у тех людей, которые стучат, потому что, если это рейд или какой-то где-то, какой-то сигнал, откуда-то начну, ни в коем случае не надо открывать, потому что, конечно, это все будет использовано против семьи, никогда еще не видел позитивных актов, всегда какие-то нарушения находятся, и дальше с этим идет работа, все равно будут заседания, то есть система работает, она по-другому не может. Поэтому, если может быть, есть конституция, которая говорит о том, что жилище неприкосновенно, никто не может войти в жилище, если нет соответствующего решения суда либо ордера прокурора. Соответственно, вот спросите, ордер прокурора или решение суда, тогда, да, пожалуйста, они должны будут войти, но ордер прокурора и решение суда можно получить, решение суда можно получить, если есть основания полагать, что там происходит преступление в отношении ребенка, либо если уже был сигнал, что там избиение, как они считают, да, если вы наказывали и пошло какое-то дело уголовное, ну, тогда, наверное, открыть надо или договориться о том, что я приду к вам в такой-то день, допустим, да, на допрос или еще как-то, то есть смотреть серьезность, суд может дать разрешение, если есть серьезные основания, и дает такие разрешения, поэтому решает каждый человек сам, но если это, давай проверка, лучше не открывать, а сказать о том, что дети спят, или там я не готов сейчас принять, пожалуйста, назначьте мне время, по какому вопросу, давайте я приду к вам, и мы с вами пообщаемся прежде, найти какие-то цивилизованные меры, за это время надо звонить в родительскую общественность, и срочно приглашать людей, и сообщать к нам на горячую линию, что случилось, почему, потому что правовыми методами сегодня ничего практически сделать невозможно, очень сложно выиграть дело в суде, когда уже приняты законы, которые развязывают руки органам опеки, понимаете, такие широкие критерии, конечно, они могут делать все что угодно, с любой семьей, и если только правовые методы малоэффективны, бывают такие случаи, но это мало, вероятно, гораздо больше эффект имеет общественное реагирование, и до суда лучше не доводить, потому что когда у человека на руках решение суда, что он виноват, то это уже совсем другая песня, уже это решение трудно обжаловать, а пока такого решения нет, значит, надо обращаться в родительские организации, на горячей линии, чтобы та общественная организация, там родительский комитет, который создан на этом месте, в этом регионе, городе, мог отреагировать, мог прийти в опеку, мог порешать с человеком эти вопросы, если это такая яркая несправедливость, то мы можем средства массовой информации передать, и уже подключить тогда СМИ, если действительно есть основания полагать, что это совершенно необоснованные претензии органов опеки, но и есть целые уже у нас методики, как мы это делаем, хочу сказать, что к счастью, пока что это работа, это довольно эффективно, большинство детей удается вернуть, так или иначе, но пока что мы возвращаем, конечно, у нас еще ювенальная система только первые шаги делает, у нас еще она не работает, благодаря общественному сопротивлению, законы полностью не приняты, вот закон о соцобслуживании только, который разрешил социальное сопровождение, но тут вот как-то пока что мы отстаиваем в основном эти вещи, поэтому обращайтесь к нам на горячую линию, набрать в интернете ассоциация родительских комитетов и сообществ, и у нас на сайте можно найти и телефоны горячей линии, и какие-то инструкции, ну и разные образцы писем, которые можно подписать, чтобы не допустить введения ювенальной юстиции в Россию. Спасибо огромное за беседу. Спасибо. И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и... поет.